Есть несколько способов проверки вестибулярного аппарата. Первый, конечно, дорогостоящий. Отправить человека в лагерь подготовки космонавтов, где с помощью всяких специальных аппаратов-центрифуг определят его, как бы это сказать, вестибулярную устойчивость. А второй способ гораздо проще. Надеть на человека пуанты и заставить его крутить фуэте. С плохим вестибулярным аппаратом от одного слова фуэте начинает кружиться голова, и в глазах плывут разноцветные круги. Как у меня сейчас примерно. Фуэте – это одно из классических балетных па. Его название произошло от французского слова, которое переводится на русский как «хлестать». Видите? Балерина делает резкое, как удар хлыста, движение ногой. Появлению фуэте балет обязан итальянке Пьерине Линьяне. Ее невиданные доселе вращения на одной ноге приводили балетоманов в восторг. Линьяне тщательно хранила секрет своего ноу-хау. Русские балерины, пытавшиеся повторить трюк, никак не могли понять, как ей удается не терять равновесие и удерживаться на одном месте сцены – пятачке диаметром полметра. Наш мозг все время получает информацию о положении тела в пространстве. Главный источник такой информации – вестибулярный аппарат. Орган, расположенный во внутреннем ухе. Второй, не менее важный источник – наши глаза. Зрительные сигналы сначала обрабатываются в затылочной доле головного мозга, а потом поступают в зону, отвечающую за поддержание равновесия тела. Здесь их сравнивают с информацией, поступающей от вестибулярного аппарата. И мозг сообщает организму, что надо сделать, чтобы сохранить равновесие. Но при быстром мелькании картинок перед глазами в мозг поступает слишком много зрительной информации, которую он не успевает обработать, и люди теряют равновесие. Но как тогда балерине удавалось сохранять устойчивость? Отправимся на занятия в балетный класс, и все станет ясно. Делая фуэте, необходимо держать точку. Что значит держать точку? Я должна смотреть перед собой на уровне глаз. Вот если я стою перед зеркалом, то я смотрю себе прямо в глаза. Когда я делаю поворот, голова остается. Взгляд в эту точку. Потом голова опережает тело, и опять попадает взгляд в эту точку. И так каждый раз голова отстает, опережай. Отстает, опережает. Таким образом голова не кружится, и вы как бы ощущаете себя уверенно. Обязательно смотреть в глаза своему отражению. Ведь на сцене перед балериной нет зеркала. Дело не в отражении, а именно в той точке, на которую смотрит танцовщица. Она должна быть неизменной. Так балерина ограничивает поток зрительной информации, поступающей в мозг. Во время вращения мозг как бы видит только одну картинку. Проведем эксперимент. Начертим окружность и попросим балерину сделать фуэте внутри круга. Видите, даже когда балерина смотрит не в зеркало, а в камеру, это не мешает ей делать фуэте. А теперь завяжем балерине глаза и попросим повторить прием. Один поворот, второй, третий. Увы, потеряла равновесие и вылетела из круга. Интересно, почему? Ведь у нее ничего не мелькает перед глазами. На этот раз сбой вызван не обилием, а отсутствием информации. Мозг не получает зрительных сигналов, но по его данным тело активно движется. И наша поисковая система судорожно пытается сориентироваться в пространстве, что тут же приводит к рассогласованию действий двигательного аппарата. От этого девушка и падает. Теперь вы знаете все секреты фуэте. В балете важна не только физическая подготовка. Тут еще и смотреть нужно определенным образом. Я считаю, абсолютно не продуман костюм у балерины. Ведь вращение ее с постоянной угловой скоростью этим костюмом никак не используется. Ну, представьте, как будет здорово, если, не знаю, обвесить ее лентами, гирляндами. Дать балерине в руки, например, вот эти штуки дать ей в руки. Тогда при вращении центробежная сила превратит все это в незабываемое шоу. А если еще балерину подсветить разноцветными лучами и под музыку Петра Ильича Чайковского? Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! Вот это будет балет, а? Шоу, как говорится, а не балет. Пойду запатентую изобретением. У-у-у-у! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова